Итак, что такое уважение в семье? Уважение – это волевое усилие, направленное на восприятие божественного в близком человеке. Женщина должна увидеть божественное мужское начало в своем муже, мужчина – божественное женское начало в жене. И женщина должна очень заботливо, нежно относиться к идеям мужа, его пониманию вещей, стараться его слушаться и слушать. Мужчина должен стараться нежно, обходительно с женой обращаться, считать ее самой лучшей, самой дорогой, самой обаятельной и привлекательной. Он должен так учиться считать, потому что самый красивый – это Бог. Самый ответственный – это Бог. Самый лучший – это Бог. Человек не может быть ни женщина, ни мужчина, они могут быть самым лучшим. Всегда есть лучший, понимаете? Но если человек служит таким пониманием своей жене, так он считает, так он хочет считать, понимаете? У него сердце так устроено, что он так хочет считать по отношению к близкому человеку. То тогда Бог заходит в его сердце и через близкого человека начинает действовать божественными качествами своими. Тогда ты начинаешь видеть в близком человеке то, как ты показывал. Если мужчина считает свою женщину самой нежной, самой дорогой, самой лучшей, она расцветает. Он ее поливает чистотой, она становится чистой, и она начинает отдавать ему назад этими же качествами. Точно так же, если женщина, мужчина считает самым ответственным, самым решительным, самым правильным, самым серьезным, то он таким становится. Теперь женщина скажет, Олег Геннадьевич, а если он вообще не такой, значит больше надо работы, больше усилий, чтобы его таким считать. Мужчина — это деятельная сила в этом мире, меняющая все вокруг. Женщина — вдохновляющая сила. Как женщина вдохновляет мужчину, таким он и становится. Если женщина не верит в успех мужчины в своем сердце, то ей нужно молиться, чтобы поверить. Когда она поверила, тогда она вдохновляет его на успех, он становится успешным. Как вы думаете, когда будет больше денег? Когда двое работают в семье, или когда работает только муж? Да, потому что женщина не вдохновляет мужа, она тоже зарабатывает вот эти тяжелые деньги, которые потом кровью в семье достаются. Или она вдохновляет мужа, вкладывает в него силы. И тогда он становится все сильнее, могущественнее, удача сразу стоит на его стороне, и он побеждает судьбу. Но этот переход постепенно нужно делать. Если женщина по судьбе способна больше зарабатывать денег, мужчина меньше, значит, надо учиться вдохновлять мужа и поменьше думать о своем заработке. И тогда в мужа вкладываются силы, и он начинает зарабатывать. У него появляется сила, возможность. Возможность или сила действовать – это мужская природа. А вдохновлять – это женская природа. Попытайтесь это понять. Когда женщина сама все делает, муж тает, у него теряются силы. Когда мужчина не уважает женщину, не делает ей предпочтения, не считает ее самой нежной, дорогой, чуткой, хрупкой, то тогда она тоже теряет женственность, становится грубой. Уважение означает вкладывать в близкого человека то, что он должен делать. Поднимите руку, у кого из вас именно такие отношения в семье существуют? И кто хочет поделиться чувством по отношению к близкому человеку, который у вас есть в этом плане? Есть такие женщины и мужчины? Уважение? Вот, пожалуйста, вот там вот женщина подняла, да, ей микрофончик. Ну, вставайте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень приятно познакомиться. Первый раз с вас на лекциях. Мне тоже очень приятно, что вы пришли ко мне на лекцию. Я хочу поделиться... Я даже удивлен. Как-то такой хороший человек и пришел ко мне на лекцию. Как вас зовут? Меня зовут Юля. Ну, Юля, скажите, пожалуйста, как вот вы чувствуете, что такое у вас там внутри? Я первый опыт, ну, как бы семейного счастья у меня не удался. Очень молодая была. Очень. И там родители решали. А второй раз уже через, спустя четыре с половиной года встретилась с мужчиной. Второй, первый год нашего знакомства мы уже встречали женатыми. То есть мы поженились, я забеременела, родила ему дочку. У нас все хорошо. Я не работаю, ну, как бы работаю, но я сейчас в декрете. И вообще я так учусь... Вы сейчас рассказываете о том, что вам Бог подарил. А мне надо, чтобы вы рассказали, что вы делаете для того, чтобы его уважать. И что он делает для того, чтобы вас уважать. Просто я считаю, что мне очень повезло, то, что он так встретился. Так. И я об этом каждый день вспоминаю, благодарю. Супер, супер, супер. И когда он мне что-то рассказывает или делится со мной, я смотрю на него, и у меня такое вот ощущение такое... Блин, как мне повезло. У него есть, конечно, недостатки, как и у всех людей. А вы видите его недостатки? Ну, я стараюсь их не замечать, а... Супер, молодец. Но вот это самое главное, что вы их стараетесь не замечать. Это же супер. Когда вот это вот не замечаю, а замечаю его достоинство, и говорю, блин, какой он у меня молодец, все еще лучше становится. Правильно, молодец, супер, супер. А он как к вам относится? Как он себя ведет? Очень уважительно. Вот вы говорили об уважении, что надо... Вот так вот к женщине относиться. Да, вот оберегайся. И он так относится. Да, вот с первых дней нашего знакомства он всегда вот как-то вот с уважением что-то недорассказывал. Вот видно было, что он оберегал вот от каких-то плохих новостей, или там плохого настроения, ну или о проблемах каких-то. Даже вот сейчас что-то... Возникает сразу какое-то чувство у многих людей. Просто это видно, видно, как он уважает. Возникает чувство... Ну тебе просто повезло? Поднимите руку, кто так считает. Я вымолила его. Я его вымолила. Ведь некоторые так считают. Просто повезло. Вот у меня другой вариант. Знаете, мои хорошие, что ей не просто повезло. Она просто с прошлой жизни этого заслужила. И все. Она уже имеет качества, которые дают ей возможность так жить. Эти качества она получила с прошлой жизни. Она уже свои экзамены в этом направлении сдала. Конечно, уже каждого человека будут обязательно другие экзамены в жизни. Мы родились для экзаменов в этой жизни. Не для того, чтобы балдеть. Но эти экзамены вы сдали. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Я вам очень благодарю. А есть такой человек, который не сразу получил это, а в результате тяжелого труда появилось вот это чувство, и которое переломало отношение к лучшую сторону. Есть такой человек в зале? Давайте вот девушке. Микрофончик. Вот здесь вот посередине. Вот ручку поднимаем, держим. Ну-ка расскажите нам важные вещи. Сколько вы слушаете лекции? Добрый вечер. Я второй раз, второй день присутствую. Да, и вы сами как-то так догадались, как надо действовать. Ну, я, мне кажется, по крохам собрала, когда пришла... По крохам собрать. Понимание безысходности по отношению к мужчинам, и даже в лице протест, в лице собственного сына увидела. И тогда как-то я поняла, что что-то нужно менять для того, чтобы... Что вы сделали? Я постаралась вспомнить всех мужчин, которых как-то я могла обидеть, или еще что-то, и простить, которые были. Я им позвонила, к которым смогла прийти, пришла, а которых уже нет. Супер. Откуда вы брали силы? Ну, это было нелегко, потому что путь от разума до души, вот он был такой непростой. Где вы брали силы? Вы молились как-то, или слушали лекции духовные, или что? Откуда вы брали силы? Ну, я и молилась, и как-то не знаю. То есть что-то вы делали для этого? Как-то вы получали силу, чтобы пойти вот к этим людям, и просить прощения, раскаяться перед ним? Да, но это было непросто, именно вот этот сам путь от разума до души, когда умом уже давно понимают, что так не надо, а душой, вот, чтобы это сделать, это очень непросто. И вот это поэтому я вопросы задал, где вы брали силы, потому что многие люди теоретически понимают, сил нет. Силы берутся от душевной деятельности, от контакта со святостью, от веры. В вашем сердце есть какая-то вера, которая дала вам возможность это сделать, какая-то сила. Ну да, я как-то считаю, что у меня вот семья православная, но я не всегда люблю ходить в храм по праздникам, а иногда у меня бывает такое желание, и я просто прям посреди дня заезжаю, и там по-своему поможусь. Скажите, вы замужем сейчас? Ну вот сейчас я не замужем, но, мне кажется, встретила человека, который мне дорог и отражает мое представление. Вы уважаете его? Да, и я даже, вы говорите о том, что это единственный мужчина, я так и чувствую, что это единственный и последний. Он нас уважает? Да, да, да. И хорошо относится ко мне и к моему сыну, и даже как бы я внутри знаю, что он будет миллионером, и, ну, я в этом не сомневаюсь. Ну, ничего страшного, пусть не сразу, потом. А если потом не будет? Потом, если даже не будет миллионером. Я надеюсь, что у меня, я хочу думать, что у меня хватит женской энергии для того, чтобы он был счастлив. И, ну, там, ну, и был миллионером. Нет, не хочу отказываться от этого. Вот. И все-таки хочу спросить у вас такой вопрос, раз уж вы дали мне микрофон. Будет ли он миллионером? Да нет. Как из, как из кафтана, вот, бизнес-леди, можно вечером вернуться, там, залезть в платьишко атласное маленькой девочке, и можно ли, или вообще не нужно, нужно тихонечко от чего-то отказать? Надо быть женщиной, дома надо быть женщиной. Это понятно. Ну, просто иногда вот бывает сложно, не хватает женской семьи. Не бывает такого, чтобы женщина была и бизнес-леди одновременно, и женщиной. Надо выбирать, да? Надо выбирать. Или она, допустим, ей нравится быть в бизнесе, но это не главное для нее, главное семья. Да, мне... Или она главный бизнес, а семья на втором месте. И тогда она не будет женщиной. Она будет терять женские качества и, в конце концов, потерять семью. Ну да, я чувствую, что сложность в том, что... У меня есть семинар, называется «Предназначение человека». Пожалуйста, послушайте. Вы найдете там все ответы на ваши вопросы. Хорошо? Благодарю. И рад вас здесь видеть. Спасибо. Спасибо. Знаете, что он не сразу возьмет вас замуж. Вам еще придется потрудиться над этим. Серьезно потрудиться. Знаю, знаю, знаю. Чувствую. Просто продолжайте в том же духе. Я думаю, что года через два он возьмет вас замуж. Но если вы будете хотеть быстрее, будете страдать и разрушить эти отношения. Это мое благословение. Спасибо. Спасибо. Так важно было услышать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ